Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. У каждого есть свои любимые праздничные и повседневные блюда. У нас одним из любимых блюд, вот именно нашего рецепта, то есть мы ни по каким гостам, ни по каким книгам не готовим, а сугубо наш рецепт является ветчина, причем обычно мы готовим эту ветчину именно на праздничный стол, потому что она очень яркая и красивая. Ветчина с оливками и с фисташками. Эту ветчину можно готовить как в обычной ветчиннице, так и в колбасной оболочке. Но мы сегодня пойдем дальше. Лариса не распаковала, сейчас мы распакуем. Мы будем готовить в искусственной синюге от интернет-магазина Аромат Дерева. Вот такая вот штука интересная. Именно искусственная коллагеновая синюга. Ну, мне кажется, получится очень прикольно, очень интересно. Также мы используем специи от интернет-магазина Аромат Дерева Шпагатик. В общем, ссылочку на все ингредиенты вы найдете в описании видео. Также в описании видео я размещу промокод, по которому при заказе в этом интернет-магазине можно получить от нас скидку 5%. Ошибочно я сказал коллагеновая синюга текстильная. То есть, она какая-то интересная ткань, и она изнутри сшита, ну, типа с корняжным швом. В общем, мы никогда не работали с этой штукой, заодно и проэкспериментируем, потому что давно уже хотелось, давно посматривали на нее, заодно проэкспериментируем, как в ней получаются колбасы. Но вот я не ожидал даже, что она такая огромная. Мы сырья взяли меньше, поэтому у нас половина синюги получится. Но ничего, друзья, мы сегодня говорим не о синюге на самом деле, а это такой эксперимент. Посмотрите, что получится, возьмете на вооружение. Как я уже сказал, нашу ветчину, любимую с оливками и с фисташками, можно приготовить и в ветчиннице, и в обычной коллагеновой или полимиолидной... полимиолидной, в общем, оболочки. Сегодня 9 марта, я после праздника, поэтому немножко заговариваюсь. Все количество специй, а также пошаговый рецепт вы найдете в описании видео. Но сейчас расскажу. На килограмм сырья полграмма мускатного ореха, 1 грамм черного перца молотого, 1 грамм чеснока гранулированного, 1 грамм сахара и посолочная смесь, состоящая 50 на 50 из нитритной соли, содержанием нитрита натрия 0,6%, и обычной поваренной соли, то есть 50% нитритной соли и 50% поваренной. Вот по количеству. Мы берем 10 грамм нитритки и 10 грамм поваренной соли. Всего 20 грамм на килограмм сырья для приготовления этой ветчины. Но ветчина получается такая, хорошо соленая, с хорошим ветчинным вкусом. Как вы знаете, нитритная соль, помимо всех своих свойств, она еще придает ветчинный вкус. Если вы любите очень слабосольную, можно уменьшить до 18 грамм или даже до 17 грамм состав посолочной смеси. Но вот мы готовим так, как бы нам именно ветчина. То есть я не говорю колбасами, иногда и 17 грамм в рецепты соли добавляем, иногда и 16 грамм. А вот именно эта ветчина, она хорошо, на мой взгляд, ну и на лорисен тоже, естественно, получается именно такая, хорошо соленая. Помимо специй нам понадобятся оливки без косточек, но, естественно, не фаршированные. Хотя, наверное, можно использовать и фаршированные оливки, но мы вот делаем обычные чищенные оливки, зеленые и черные. Можно готовить с одним видом оливок, но с зелеными и черными одновременно получается, ну так, очень ярко и очень празднично. Также фисташки, ну и, естественно, мясо. Давайте на мясе остановлюсь немножко поподробнее. Каждый раз я рассказываю, что для приготовления колбас, ветчин, особенно вареных и сыровяленых колбас, нужно использовать вызревшее мясо, либо же парное мясо. Но парным мясо считается в течение двух с половиной, трех часов после убоя. После этого фосфор в мышечной ткани начинает разлагаться, и наступает стадия так называемого трупного окоченения. Так вот, чтобы пройти эту стадию, мясо должно созреть. И очень многие задают вопрос, а как, как это так, вы мясо храните в холодильнике при 3-4 градусах, да оно испортится? Мясо не портится. Но смотрите, речь идет о базарном мясе, которое вы купили на базаре, на рынке. И вам хозяйка сказала, что эту свинью закололи там, или это животное закололи и освежевали сегодня. Вот это мясо подлежит созреванию. То мясо, которое купленное в магазине, оно наверняка там пролежало уже неделю, оно уже созревшее. Есть еще один нюанс. Очень часто пишут, что в колбасах из магазинного мяса появляется кисловатый вкус. Это обусловлено, друзья, большим количеством антибиотиков, которыми обработано это мясо. Дело в том, что антибиотики подавляют рост практически всех бактерий, но при этом не подавляют рост кисломолочных бактерий. В мясе нарушается баланс бактериальный, и кисломолочные бактерии начинают активно размножаться. Соответственно, мясо получает кислинку. То есть, если у вас получилось такое, это не значит, что колбаса или продукт плохой, некачественный он скис. Да, он как бы имеет кисловатый вкус, именно по той причине, которую я обозначил. Итак, если мы покупаем магазинное мясо, наверняка оно пролежало в магазине, и уже прошло процесс созревания. Но если вы покупаете базарное мясо, я все-таки рекомендую это мясо положить в холодильник на 6-7 дней. Это касается свинины, говядины на 10 дней. Температура созревания мяса 2-4, максимум градуса. То есть, должно быть достаточно холодно. При этом мясо должно созревать не в полиэтиленовом пакете, не в закрытой какой-то емкости, там, где оно будет преть, а созревать именно вот идеальная емкость для созревания мяса. Сюда просто кладем мясо, вот так вот, и оставляем его в холодильнике. Оно немножко обветрится, но оно созреет. Получится значительно вкуснее ваш продукт. Для людей, которые все еще не верят, обращаю ваше внимание, стейки в обычных стейк-хаусах, там, где вы едите вкусные, правильные стейки, созревают при температуре 3-4 градуса, начиная от 15 и заканчивая до 30 дней. И ничего не портится. Ничего реально не портится. При такой температуре мясо не портится. Ну, во всяком случае, я об этом не знаю. Если вы боитесь, если действительно страшно, что мясо испортится, ну, в конце концов, попробуйте. Ну, покупайте магазинное мясо. Но поверьте, зачастую на витринах магазинов мясо лежит не неделю и не две, а значительно больше. Но, как бы я же говорю, там другая проблема, там большое количество антибиотиков. Друзья, о мясе поговорили, о ингредиентах тоже. Приступим к посолу. Соотношение мяса для нашей ветчины 30-35% говядина и 65-70% среднежирная свинина. И смотрите, как бы я увидел вот эту вот синюгу и понял, что мы мясо приготовили мало. То есть, сейчас я засаливаю такое небольшое количество. После того, как сниму это видео, сгоняю в магазин и докуплю еще такую же порцию. Ну, чтобы синюгу просто не портить, чтобы ее заполнить. Потому что, конечно, этого килограмма мяса в синюге будет, как кот наплакал. Но солить будем по одному и тому же методу. Мясо можно засаливать в кусках, можно засаливать в шроте. Ну, в шроте, то есть, переработанное на очень крупной мясорубке с овальными отверстиями. Ну, в зависимости от того, насколько вам не лень мыть мясорубку, можно измельчить на мясорубке с большими отверстиями, где-то 20 миллиметров, или вот с этими овальными, подрезными, на подрезном ноже с овальными отверстиями. А можно просто нарезать. Кстати, очень часто задают мне вопрос, можно ли для приготовления каубас, ветчин использовать мороженое мясо. Да, конечно же, его использовать можно. Единственное, что тогда рекомендую готовить с фосфатами. Потому что в мороженом мясе, даже которое подверглось шоковой заморозке, это хорошо, если оно подвергалось шоковой заморозке, а если с обычной заморозкой, то в нем разрушается клеточная структура, и оно быстро очень отдает влагу. Колбаса может получиться сухая. Смешиваем посолочную смесь с порцией сахара. Хорошенько перемешиваем и начинаем засаливать мясо. Засаливаем таким образом, чтобы каждому кусочку мяса досталась своя порция посолочной смеси. И вот смотрите, друзья, по поводу времени посола. Дело в том, что ветчина должна набрать так называемый вкус ветчинности. Поэтому если мы солим, допустим, вареные колбасы, варено-копченые колбасы в течение суток, то ветчину я бы рекомендовал бы засаливать минимум двое суток, а еще лучше трое. Ну, в частности, это у нас будет солиться трое суток. Итак, друзья, вот еще немаловажный момент. После того, как мясо засолили, утрамбуйте его вот таким вот образом, чтобы внутрь не заходил воздух, чтобы не происходили окислительные процессы. Накрываем крышкой и в холодильник на засолку при температуре, опять же таки, 2-4 градуса. То есть, это нижняя полка холодильника, там холоднее всего. Я сюда сейчас сгоняю в магазин, как я уже сказал, и добавлю еще мясо, чтобы вы не удивлялись, а что это у тебя из килограмма такая огромная колбасень получилась. Друзья, встречаемся через трое суток и продолжаем делать нашу ветчину. Через три дня можно приступить к активной фазе приготовления колбасы. Говядину и свинину мы разделили. Как я говорил, для того, чтобы заполнить синюгу полностью, я добавил мясо в тот же день, в день засолки. И смотрите, чтобы долго не показывать, я расскажу, как мы подготовили основные ингредиенты. Оливки черные и зеленые, или маслины, называйте как угодно. Как я уже говорил, они чищенные, то есть без косточки, не фаршированные. Сегодня с утра мы выложили на бумажное полотенце, чтобы они обсохли, вначале промахнули, и потом еще на решеточку, чтобы они стали полностью сухие. Фисташки почистили от кожуры, затем замочили в горячей воде на полчаса. После этого с фисташек сняли пленочку, то есть их, когда замачиваешь, тут отходит еще такая пленочка, которая просто вот так вот пальцами снимается с фисташек. Они готовы к приготовлению. Далее нам надо измельчить мясо, друзья. Говядину измельчаем на мясорубке с самым маленьким диаметром отверстия, которое у вас есть на хозяйстве. Я в данном случае измельчаю на решетке с диаметром отверстия 3 мм. Если у вас бытовая мясорубка и минимальное отверстие 4-5 мм, пропустите мясо два раза через мясорубку. Далее устанавливаем самую большую решетку, которая у вас есть на хозяйстве. У меня здесь решетка с диаметром отверстия 20 мм для приготовления шрота. В бытовых мясорубках есть подрезная решетка с овальными отверстиями. Она подойдет. И полужирную свинину режем на мясорубке вот таким вот образом. Друзья, смотрите, мясо перед тем, как начать обрабатывать, мы поместили в морозилку где-то на час, чтобы оно хорошо охладилось, а еще лучше даже немножко подморозилось. Дело в том, что нам в процессе приготовления, вот сейчас я перерабатываю мясо на мясорубке, оно нагревается. Мелкий фарш нагревается сильнее, а если вы будете перерабатывать его два раза на мясорубке, то он вообще нагреется до недопустимых значений. То есть мясо у нас в процессе вымешивания, вернее, измельчения на мясорубке и дальнейшего вымешивания температура не должна подняться выше 8-10 градусов. 10 это максимум. Поэтому контролируйте температуру мяса. Если вдруг оно у вас, особенно при измельчении мелкого фарша, нагрелось, поместите его промежуточно в морозилку на полчаса, для того, чтобы оно подостыло. Иначе очень высок риск получения бульонного или жирового отека при дальнейшем приготовлении лечены. Далее мы фарш будем вымешивать. Вымешивание для приготовления ветчины, колбас очень важная процедура. Ее надо делать очень тщательно, долго. Я сейчас остановлюсь на этом. Я буду вымешивать вот в таком планетарном миксере или тестомесе. Поэтому часть говядины перемещаю сюда для вымешивания. А небольшую часть оставляю. И в эту часть вручную вмешаю оливки и фисташки. Потом я буду вмешивать оливки и фисташки тоже вручную. Потому что если вмешивать оливки механическим способом, они просто раздавятся и превратятся в кашу. А нам надо их получить целенькие в фарше. Вот эту процедуру я делаю для того, чтобы фарш обволок маслины и фисташки. То есть, грубо говоря, обмазал каждую маслинку и фисташку своим составляющим. Потом уже будем вмешивать в непосредственно вымешанный фарш. Перемещаю весь фарш в чашу тестомеса. Здесь можно вымешивать обычным ручным миксером. Просто берете тогда нужную посудину и вот так вот миксером, насадками для вымешивания теста его вымешиваете. Сюда же все специи. Воду в этот фарш не добавляем. Если готовите с фосфатами, как раз на этом этапе можно добавить фосфаты и можно тогда добавить воды из расчета миллилитров 50-60 на килограмм фарша. Вымешивать надо до появления характерных белых волокон фарша. Я вам покажу, как это выглядит. У меня эта процедура занимает где-то около 5 минут. При этом важно контролировать температуру фарша. Если температура подходит к 10 градусам, то обязательно фарш сделает промежуточное охлаждение. В результате вымешивания у нас должен получиться вот такой вот совершенно однородный фарш. Кусочки мяса совершенно полностью вымесились и вот видите, появились характерные, он стал белесый, появились характерные белые волокна. Это и есть залог успеха. Кстати, если вы хотите сделать ветчина рубленную с более ярким рисунком, половину свинины можно перекрутить на мясорубку с большим диаметром отверстия или с овальными подрезными ножами, а вторую половину можно нарезать мелкими кубиками где-то размером 5-6 миллиметров. Но после этого обязательно также весь фарш подвергнуть вымешиванию. Далее подготовленные маслины с фисташками отправляем вот сюда вот, в наш готовый фарш. И вручную хорошенько перемешиваем для того, чтобы вот эти вот ингредиенты равномерно распределились по всему объему фарша. Но при этом стараемся не подавить оливки. После этого всю смесь заправляем в шприц для набивки колбасы. Цевку ставим самую большую, которая у нас есть. Итак, друзья, приступим к набивке. Стараемся набивать ветчину как можно более плотно. Так вот, самый край синюги. Выпускаем воздух. И перемещаем сюда весь фарш. Точно так же можно готовить и в обычной колбасной оболочке диаметром от 80 до 120 миллиметров, и в натуральной синюги, что очень классно, очень вкусно. Просто я получил несколько комментариев по поводу того, чтобы проэкспериментировать с этой синюгой, с искусственной, попробовать в ней сделать, и мне самому стало интересно. Ну вот, все. То есть, написано там, по-моему, на сайте 2,5 килограмма, а мы использовали 2 килограмма. То есть, реально 2,5 килограмма сюда поместится совершенно спокойно. Сейчас переместим остаток фарша из цевки. Далее хорошенько подкручиваем ветчину вот таким вот образом, чтобы ее уплотнить. Эта синюга такая очень плотная, я так понимаю, что не разрывается. И хорошенько перевязываем. После этого формируем петельку и подвешиваем часа на 3 при комнатной температуре для того, чтобы... Ой, плохо завязал, сейчас подвяжу еще. Для того, чтобы она уплотнилась, отеплилась и прошел процесс ферментации. То есть, температура где-то 20-22 градуса должна быть. И вот так вот просто подвешиваем ее, пусть себе висит. После того, как ветчина отеплилась и ферментировалась, отправляем ее на первый этап тепловой обработки, обжарка. Температура 90 градусов, желательно включенная конвекция, время обжарки 45 минут. Через 45 минут приступаем ко второму этапу тепловой обработки, паровой варки. Для этого на дно духовки помещаем противень с кипятком, выключаем конвекцию, если она у нас была включена. Понижаем температуру до 80 градусов. И в саму колбасу помещаем щуп кулинарного термометра для контроля температуры. Я на всякий случай засекаю время, которое у нас колбаса будет готовиться. Но это время будет необъективно. Все зависит от духовки и от размера самой ветчины. Готовить надо до достижения внутри батона температуры 69 градусов. То есть, как только она приготовится, я вам скажу, сколько у нас это времени заняло. Но, пожалуйста, на это особо не ориентируйтесь. Лучше все-таки иметь свой кулинарный щуп и контролировать температуру именно внутри батона. Наша колбаска готовилась 1 час 35 минут. Достигла температуры 69 градусов. И последняя процедура – это душевание или охлаждение. Для этого берем емкость с холодной водой и помещаем в нее колбасу. Извлекаем щуп. Полностью погружаем колбасу в воду и даем ей остыть минут 30-40. После этого, друзья, можно ее просушить в холодильник. И надо дать колбасе набраться вкуса, как минимум до завтра. А завтра будем дегустировать. На следующий день нашу ветчину можно зарезать и посмотреть, что у нас получилось. Друзья, вот такая вот прекрасная, суперкрасивая, праздничная, яркая ветчина. Давайте отрежем кусочек. Сейчас покажу вам крупный план. И после этого продегустируем. И всегда вот таким вот колбаскам очень-очень радуюсь. Они меня настолько вдохновляют, так сказать. Просто отличный ветчинный запах. При этом, ну согласитесь, выглядит это совершенно необычно и очень красиво. Ветчина получилась очень ароматная и сочная. Текстильная синюга чистится достаточно хорошо. Еще денек полежит в холодильнике и будет чиститься вообще великолепно. Запах это просто нечто. Вот запах хорошей ветчины. За счет того, что мы выдержали ветчину в посоле достаточно долго, трое суток, она набрала вот такого вот ветчинного вкуса, ветчинного запаха. И совершенно не похоже на обычную ветчину, рубленную колбасу. Больше похоже именно на ветчину, вот в прямом смысле этого слова. Вообще супер. Ну, на вкус... На вкус это просто фантастика. Орешки придают вкус мартаделлы. Маслины придают совершенно свой какой-то необычный, не присущий ничему привкус. Вкус настолько круто. Реально вкус потрясающий. Друзья, я уверен, что вы еще такого не пробовали. Эта ветчина, она вот реально особенная. Я не зря в самом начале видео сказал, что, ну, один из наших с Ларисой любимых рецептов, которые мы делаем вот обычно к праздничному столу. Мне нравится, как она выглядит. Когда приходят гости, они всегда реально очень удивляются. Ну, естественно, для себя такую ветчину тоже можно сделать. Ну, в общем-то, с удовольствием вам представляем рецепт. Если у вас есть какие-то вопросы по рецептуре, по приготовлению, по температурным режимам, если что-то стало вдруг непонятно в процессе просмотра видео, задавайте вопросы в комментариях. Я, естественно, или я, или Лариса, мы на все вопросы обязательно отвечаем. Ну, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы для вас готовим сырочки, колбаски, вкусный алкоголь, пиво. Там скоро уже сезон начинается пиво. Поэтому оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока.